Здарова, народ, с вами Фантом, я надеюсь, вы не обидитесь на то, что я немного отвлеку вас от шашлыков. Появилась идейка залезть в глубины отечественных форумов и отыскать там жуткие истории реальных людей. Здесь наша родненькая будет. Про наши просторы. Про наших Иванов и Фёдоров. Про наши и ваши города. Давненько уже не было выпуска интернет-легенд, и чтобы как-то этот пробел заполнить, подкину вам сразу же несколько историй. Погнали! Пилю свою стори. Лютый сюр и абсолютный трындец. Сам не понимаю, что произошло и как такое возможно. Сразу скажу, я тогда не пил и не употреблял. Короче, был я студентатой 22-го левела. У меня заболела одна курсница, с которой мы были в достаточно хороших отношениях. И как-то по весне она мне позвонила и попросила съездить до её тётки. Отвезти вещи какие-то, мол, она не может болеть, а надо срочно. Ну, я согласился. Она мне дала пакет с вещами и адрес, я даже не смотрел, что там в пакете, похеру было. Короче, приезжаю в Мухасрань в 60 километрах от города. Обычный такой загнивающий ПГТ. Нахожу адрес. Район прям максимально маргинальный. Сплошь заброшки, тлен и алкашня. Нахожу дом, обыкновенную панельную хрущевку в три этажа. Я уже под вечер приехал, в падике света нет. Добирался практически на ощупь. Было очень не по себе. Звоню в нужную хату, дверь открывает не очень приятная тётка, некрасивая рожа, кожа очень бледная, а глаза безумные. Будто из психушки сбежала. И она ими вращает, так постоянно аж дрожь берёт. Ну, я говорю, мол, я от вашей племянницы. Даю ей пакет с вещами, она скалится и приглашает попить чайку. Захожу. Хата просто ужас. В комнатах я не был, но кухня совковая, раздолбанная. Оконная рама гнилая полностью, люстры нету, только лампочка убогая. Наливает она мне чайку, задаёт вопросы, мол, как племяшка, как учёба и всякая херотень. Я пью чай, и тут из комнаты начинают доноситься криповые стоны. А потом кто-то начинает бить в стену. Тётка опять скалится и говорит что-то вроде, ой, опять расшалилась она. Я сейчас. А стоны становятся всё сильнее и мне не по себе. Когда она свалила, мне стало просто страшно, вот прям какой-то иррациональный страх. Вроде бы ничего такого, но мало ли. Может у неё там старуха больная или ещё чего-нибудь. Но мне было дико страшно. Я отложил пару кирпичей и решил свалить оттуда. Пулей выбежал в коридор, благо был в кроссовках. Она сказала не разуваться. Пробормотал чё-то типа, извините, опаздываю и смылся нахер. Пока бежал, видел тени странные и слышал из той хаты смех такой громкий и заливистый. Свалил нахер оттуда. Но самый сок начинается здесь. Звоню одногруппнице, когда приезжаю. И я, оказывается, уже позвонила её тётка. Она говорит, спасибо тебе большое, только не понимая, почему ты так быстро свалил. Тётя немного обиделась. Ну я ей выкладываю, что квартира мне показалась очень странной и неуютной. И всё в таком духе. Спрашиваю у неё про бабку, которая стонала. И тут она такая... Эээээ, ты что долбанулся? Они вообще-то в своём доме живут и никакой бабки там нет. Мать твою, как я охерел. Вы просто представить себе не можете. Она продолжает. Тётка живёт в частном доме с мужем и детьми. Никакой бабки в помине нет. И вообще, дебил, что я курил. Смотрю на адрес, который она мне дала. И понимаю, что это не тот, по которому я пришел. Уже не помню название улицы, но там была совсем другая. По запросу в картах, Google выдавал обыкновенный частный сектор. По словам однокурсницы, я отдал вещи, попил чаю, причем контактировал со всеми жителями дома, посидел, а потом внезапно сорвался, извинился и свалил. Улицы, на которую якобы ходил я, в этом городе нет. Название уже не помню, какое-то распространенное. То ли молодежное, то ли ленинское. Такие во многих городах есть, но именно в том не было. И где я был, хер его знает. А Нон и я после этого случая даже в церковь сходил, это вообще перебор. Тут никакого объяснения не может быть. На глюки это точно не похоже, ибо вообще какие глюки? Я тогда не пил и не употреблял, повторюсь. До сих пор задаюсь вопросом, что это было. Да, страшные легенды, это, конечно, изумительно. Так много ужасов вокруг нас. Что же принесет вам наслаждение? Что позволит успокоить нервы, подправить здоровье? NextRP. Это бесплатная ролевая игра с открытым миром. GTA плюс Россия. Что еще нужно? Вас ожидают родные дома, улицы, магазины. Машины из реальной жизни с возможностью тюнинга. Голосовой чат для общения. Лаунчер, позволяющий залететь в игру в пару кликов. Достаточно скачать его, запустить и все само установится. Залетайте в NextRP. Залетайте в море развлечений. Во все эти банды, стрелки, уличные гонки. Березки, березки, конечно же. Плюсом ко всему была добавлена королевская битва. Вас ждут экшен и драйв в лучших традициях батл рояля. Ссылка под роликом. Переходите по ней и наслаждайтесь игрой. А я продолжу наслаждаться жуткими легендами. Живу в городке в Тверской области. Количество населения на вскидку эдак 20-30к. Это неважно. Соль вот в чем. В начале 90-х в центре Мухасрани открылось кафе. Отечественный вариант МакДакас. До ужаса банальным названием типа в центре или там у Антона. Кафеха быстро набрала популярность как и среди васянов, так и среди шкалоты. Невысокие цены, простые и сделанные не с говна блюда, отлично. Следовательно, сие прекрасное заведение стало расти, стало рекламироваться. Тут и выходит на сцену герой будущей городской легенды. Какой-то слабоумный хер лет 20-30, непонятно откуда родом. Который стал ходячим плакатом. Разгуливал по центровым кварталам, одетый в нелепый костюм типа комбинезона с огромным щитом. На котором было изображено название кафе с адресом, зазывающими слоганами, красивыми картинками. В общем, все мы встречали таких личностей, рекламирующих на себе всякие вейп-шопы и прочую херню за сомнительные деньги. Так вот, слабоумный, говорят, работал исключительно за жрат местные объедки и спад в какой-нибудь подсобке с удовольствием шляясь по району чуть ли не круглосуточно. Капе слюнями и дебильно улыбаясь. Он был неизвестно чем и как заболевшим. Неясно было, повторюсь, откуда он вообще взялся, с кем жил и как обеспечивал себя. Наверное, на помойках побирался. Не знали даже его имени, он, похоже, даже разговаривать не умел, мычал только и стонал. Кроме того, видимо, не мылся, благодаря чему просто благоухал. И проходящих мимо него прохожих обдавало неповторимым амбре. Однако он был полностью безобиден, никого не трогал и не лапал, лишь бродил себе по улице и пускал слюни. Так что быстро с таким чудом в центре города свыклись. Он стал даже своеобразным местным талисманом, знаменитостью в узких кругах мухосранцев. Так вот, к чему я такую долгую прелюдию тяну? В конце 90-х это самое кафе нехило парамсило с местными преступниками, которые взяли и сожгли заведение нахер. При пожаре вроде бы никто не погиб. На месте уютной кафешки остались обгорелые развалины, которые еще несколько лет не убирали, позже открыли какой-то магаз. Заново кафе уже не открылось. Собственно, вы, может, доперли, о чем я заговорю далее. Рекламщик и нисколько не смутило то, что нанявшая его лавочка сгорела к херам, и от обязанностей он освобожден. Вряд ли он даже понял, что произошло, если ему вообще кто-то сказал. Ходил он по улицам, как ни в чем не бывало, в тех же лохмотьях, с теми же плакатами, с той же нестерпимой вонью от тела. Хер его знает, где он брал еду. Ходил в любую погоду, днем и даже ночью, как призрак. Мать его. Но где-то в начале нулевых этот джентльмен пропал. Непонятно куда, непонятно как. Погиб где-то или окончательно свихнулся и ушел куда-то. Собственно, с тех пор и родилась легенда о том, что он до сих пор бродит по темным закоулкам города, под своими одеждами уже сгнивший и превратившийся в живого мертвеца. Ходит, значит, с плакатами своими и все так же мычит и улыбается. С пасти его вместо слюней капают гной с кровью, а встретившиеся с ним пропадают без вести. Мелкие до сих пор травят байки. Как-то я со знакомым пацаном сидел в скверике на лавочке и к нам подвалил мутный тип средних лет. Он спрашивал, нет ли у нас чего упороться, но мы ответили ему, что с наркотой не дружим. Тогда мужик начал задвигать длинную непонятную речь, что упороться можно и без наркоты. Нужно лишь понимать природу мозговых вибраций. Дескать, можно входить в расширенные состояния сознания через определенную музыку, звуки, визуальные образы, наборы движений и прочую хероту. Со стороны это походило на бред сумасшедшего. Собственно, этот тип и производил впечатление поехавшего. Потом мужик достал мобилу с наушниками и стал втирать, что он типа композитор и на компе делает вещи наподобие аудио-наркотиков. Перед этим он вгоняет себя в измененное состояние сознания и переносит этот эффект через аудио. Мол, перед созданием этого трека он не спал неделю и разгонял мозг через самогипноз. Потом он стал нести малосвязную хероту. Типа нам непременно надо послушать это аудио, иначе мы много потеряем в этой жизни. И это ключ к скрытым возможностям сознания. Короче, я ради прикола послушал и друг потом тоже. Там не было музыки, просто набор каких-то потрескиваний, щелчков и странных забываний. Мы отдали ему наушники, он чего-то побуровил и ушел. А мы двинули на автобусную остановку. Когда мы стояли на остановке, у другана из носа пошла кровь. Он даже закапал всю футболку и стоял с задранной башкой. При этом он ныл, что у него болит голова. Потом он уехал, а дальше подошел мой автобус. Я сначала задремал, и мне снился долгий муторный сон. Что я выхожу из автобуса, долго хожу по городу до глубокой ночи. Разговариваю с какими-то личностями, от кого-то прячусь. Брожу по каким-то подвалам и заброшкам, где бегают непонятные толпы людей и что-то жгут. Потом меня растолкал водитель автобуса. Каким-то хером оказалось, что я нахожусь на конечной остановке вообще на другом конце города. И автобус совершенно не мой. Мне пришлось брать такси и ехать домой. Хотя, конечно, может я просто перепутал номера маршруток. Большое спасибо за просмотр. Надеюсь, эти байки не слишком сильно потрепали вашу психику. А с вами был Фантом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите свои жуткие истории в комментариях. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok